Белорусам разрешат брать кредиты на покупку унитазов и мебели. Мобильные операторы теперь должны уведомлять налоговую о том, сколько белорусы кладут денег на телефон. Провластная организация «Белая Русь» принудительно собирает в школах деньги на помощь детям Донбасса. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Правительство обязало Беларусьбанка выдавать льготные кредиты на покупку унитазов. Новый потребительский заем называется «Народные товары» и предоставляется на три года под фиксированную ставку 4% годовых. Выдают его также для приобретения мебели, холодильников, санитарно-технического оборудования и многого другого. Кредит можно взять на покупку белорусских товаров только определенных производителей, таких как, например, «Горизонт» и «Пингдрев». Максимальная сумма зависит от платежеспособности заявителя, но не может превышать 300 базовых величин. Это новшество еще больше загонит белорусов в долговую яму. Ранее сообщалось, что граждане нашей страны задолжали банкам более 20 миллиардов рублей. Это очередной антирекорд так называемого кредитного хупуна, из-за которого Нацбанку даже пришлось повысить некоторые процентные ставки, в том числе по займам на недвижимость. Мобильные операторы теперь должны уведомлять налоговую о том, сколько белорусы кладут денег на телефон. Такие изменения с нового года внесены в налоговый кодекс. Операторов также обязали предоставлять ведомству удаленный доступ в базе данных об абонентах. Причем эти данные смогут запросить за последние пять лет. В документе правда не прописано, о какой конкретной информации идет речь. Скорее всего, налоговиков будут интересовать данные, которые клиент предоставляет при регистрации сим-карты или при покупке в рассрочку мобильного телефона. Напомним, что это далеко не единственное новшество в налоговом кодексе, которое заработало с начала 2024 года. Например, теперь белорусы будут платить налог на богатство. Были повышены также сборы для ремесленников и владельцев агроусадеб. Провластная организация «Белая Русь» принудительно собирает в школах деньги на помощь детям Донбасса. Сбор объявлен как добровольный, но в некоторых учреждениях родители сообщают, что их буквально заставляют нести деньги или продукты. Причем, по мнению организаторов, такая помощь нужна исключительно сепаратистскому региону, а, например, хриковчанам, которые пострадали из-за обстрелов, помогать не стоит. Как отмечают родители, призывы «Белой Руси» в школьных чатах не вызывают энтузиазма. Многие люди категорически против депортации украинских детей, которой занимаются так называемые белорусские благотворители. Но и высказываться против не хотят, опасаясь последствий. Журналисты «Зеркало» выяснили у представителей «Белой Руси», что это за акция и почему нельзя помочь пострадавшим от российской военной агрессии. По словам провластных активистов, они решили устроить такую акцию, потому что поддерживают так называемые ДНР и ЛНР. Помогать детям с территории Украины они не собираются, потому что сепаратистам она нужнее. Впрочем, высказываться против войны Белая Русь тоже не спешит, ведь, цитата, «так уж случилось, что поделаешь». Примечательно, что Министерство образования свое участие в школьных поборах на детей Донбасса категорически отрицает. На прилавках белорусских супермаркетов значительно снизился выбор молдавских вин. В самых крупных сетях их либо нет, либо в наличии остается по две-три позиции. При этом еще в 2022 году Беларусь была главным импортером вина из этой страны. Однако свою лепту внесла политическая обстановка. Молдова взяла курс на евроинтеграцию, планирует выход из СНГ и поддерживают белорусские демократические силы. Отношения официальных Минска и Кишинева значительно ухудшились. Журналисты связались с представителями разных сетей, чтобы узнать их позицию. Как удалось выяснить, в прежних объемах молдавское вино не поставляется уже год и новые поставки не предвидятся. Менеджеры белорусских сетей ссылаются на плохую логистику, а представители молдавского производителя уверены, что проблема в импортных квотах, которые вводят режим. Как только они понижаются, продукция исчезает с прилавков. Литва лишила вида на жительство директора, попавшего под санкции, санатория Беларусь, который находится в курортном городе Друскиненкай. Сообщается, что Илья Епифанов собирался вернуться в Литву на Рождество, но не смог въехать в страну. По информации департамента миграции, директоры учреждения аннулировали вид на жительство из-за того, что он может представлять угрозу безопасности государства. Напомним, санаторий Беларусь находится под санкциями после событий 2020 года. Ранее он входил в управделами Лукашенко, а в 2021 году его передали Республиканскому центру оздоровления, после чего он вновь смог принимать гостей. Из-за временного простоя и введенных ограничений санаторий потерял миллионы евро, руководство было вынуждено уволить около 200 сотрудников. С 2022 года учреждение работает стабильно, но может принимать только граждан Евросоюза и детей-инвалидов из Беларуси, у которых есть визы. В США домашний питомец съел самую дорогую в своей жизни еду в размере 4 тысяч долларов. Собака по кличке Сейсил нашла в доме конверс с деньгами, который оставил его хозяин на кухонном столе, чтобы заплатить рабочим за установку забора. Спустя полчаса мужчина обнаружил, что его собака пробует деньги, разбрасывая повсюду кусочки банкнот. После случившегося хозяевам пришлось терпеливо просеивать собачьи экскременты, а потом склеивать найденные фрагменты купюр. В итоге восстановить удалось 3550 долларов. Оставшиеся обрывки денег владельцы Сейсила назвали самым дорогим своим произведением искусства. Что касается здоровья собаки после такого сытного обеда, то чувствует он себя прекрасно. По словам ветеринара, его жизни ничего не угрожает. Друзья, каждую пятницу мы проводим прямой эфир, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. В этот раз попытались разобраться, что меняют новые законы Лукашенко в жизни белорусов, чем собираются заняться в новом году демократические силы и как можно повлиять на образ с новой Беларуси. Ссылка в описании к этому видео. На этом у меня все. Веселых праздников и Жыве Беларусь!